Привет! Нам в руки попал очень интересный смартфон от компании Vivo, а эта компания в наших краях становится все более и более популярна. Тем более, что Y31 очень интересен. Он буквально на днях начал продаваться, и мы спешим как можно быстрее выпустить для вас видео о нем, чтобы рассказать все преимущества и недостатки этого смартфона, чтобы вы могли определиться в выборе. Но перед тем, как разберем все, обязательно, друзья, подпишитесь на телеграм-канал Allo, где каждый день публикуются актуальные новости, акции, скидки. Ссылочки, конечно же, будут в описании, и давайте мы переходим к нашим красавцам. Внешний вид. И здесь мне хочется остановиться поподробнее, потому что зачастую внимание к мелочам у нас встречается именно во флагманах, а не в более доступных смартфонах. Зацените заднюю часть. Во-первых, камеры в стиле X50 линейки. Есть вариант как с матовой задней крышкой, так и с глянцевой. Во всех случаях, кстати, она сделана из пластика. И мне нравится, что инженеры компании сделали небольшое углубление, чтобы разместить туда кнопку питания со сканером отпечатка пальца. Опять-таки, внимание к мелочам мне здесь очень нравится. И, кстати, сканер отпечатка пальца работает просто молниеносно. И его размещение тоже мне нравится, ведь у тебя палец сразу же ложится в эту часть. Да и в целом смартфон, несмотря на немалую диагональ экрана, лежит в руке удобно. Не в последнюю очередь, кстати, благодаря весу 188 грамм. И всю эту красоту прикрывает комплектный чехол. И пленка, кстати, с завода тоже наклеена на экран. Ну и зарядник, давайте тоже вспомним его. Он у нас здесь на 18 Вт. С разъемами в этом смартфоне тоже все отлично. Во-первых, есть 3.5 Jack. Порт для зарядки у нас USB Type-C. Ну и также есть несколько микрофонов для отличной фильтрации внешнего шума при разговоре. Да и слот под две сим-карты и карту памяти. Оснащен резиночкой для защиты от попадания влаги. А вот спереди нас ждет IPS-матрица 6,58 дюймов с разрешением Full HD+. Рамки, кстати, действительно тонкие. А фронтальная камера исполнена в виде капли. Но, ребята, экран здесь просто шикарный. Ведь как только мы взяли его в руки, я не мог понять, здесь AMOLED-матрица или IPS. Потому что шикарная цветопередача, минимальные засветы по всем углам. И мне кажется, что именно экран это самая главная фишка этого смартфона. Он здесь просто на 5 с плюсом. Ну и операционная система здесь. Funtouch 11. О которой, кстати, мы уже рассказывали на нашем канале. Ало, в обзоре V20 и V20 SE. Но если коротко, эта операционка в большей степени напоминает чистый Android. И это большой плюс. Но при этом в ней есть много фишек, которые не позволят вам скучать. Да и скорость работы. Несмотря на процессор, о котором мы сейчас поговорим, здесь хорошая. Ведь просто здесь не флагманский Snapdragon 662. И он, кстати, относительно недавно вышел. Но при этом всем он уже успел себя отлично зарекомендовать. Ведь он энергоэффективный. И скорость работы в бюджетном сегменте у него одна из самых лучших. И с данным процессором смартфон успешно может запускать даже тяжелые игры. И без проблем крутить их на средних настройках. И Vivo Y31 ясно дело оснащены модулем NFC для бесконтактной оплаты. Также у нас здесь 5-гигерцовый Wi-Fi, что позволит вам держать стабильное интернет-соединение в любой игре. Да и сами камеры в смартфоне напичканы разнообразными фишками. К примеру, есть световой эффект для портрета. Множество фильтров и стилей ночного фото. Также в портретном режиме одна из камер позволит вам создавать эффекты естественного размытия фона. Интеллектуальная съемка 48 мегапикселей здесь присутствует. И возможность макросъемки благодаря отдельному сенсору. Ну и давайте посмотрим на сами фотовозможности. Днем в смартфоне главное это работа алгоритмов HDR. И здесь Vivo не разочаровал. Он оставил светлым как небо, так и темные участки снимка. Да и детализация предсказуемо хорошая. При недостаточном освещении мы сразу же включаем ночной режим. Что я настоятельно советую. Ведь при ночном режиме смартфон захватит больше света и вы сможете получить подобные снимки. А выбор эффектов поможет сделать их более интересными. Вот к примеру вам эффект киберпанка. Но это лишь одна из многих фишек смартфона. Ну и вот вам пример фотографии на фронтальную камеру. Для инстаграма и селфи себя любимого самое то. И вот вам еще портретный режим. И как я говорил ранее, производитель использует дополнительный модуль здесь для создания эффекта оптического размытия. Так, и теперь тестируем видео возможности на Vivo. И сразу скажу, что здесь у нас есть только Full HD разрешение. Это моя простая ходьба. Давайте поиграемся с фокусом. Вот так это все происходит. С небом как мы отрабатываем. Сегодня, конечно, не солнечный яркий день. Но однозначно что-то вы будете здесь видеть. Вот еще раз моя ходьба. В последок давайте обсудим автономность. Ведь у нас здесь энергоэффективный Snapdragon 662. И вместе с батарейкой в 5000 мАч мы получаем такие цифры. Минус 4% за полчаса просмотра Ютуба. Или 10% за полчаса игры. Результат вполне достойный. И данные цифры вам дадут в среднем 7 часов активной работы экрана. И где-то полтора дня жизни от одного заряда. Зарядник, как я говорил в самом начале, здесь на 18 ватт. И он выдает 33% за полчаса. Ну и какой итог можно сделать об этом смартфоне? Модель получилась крайне интересная. В нем сочетается флагманский внешний вид. Да, я не побоюсь этого сказать. Отличный экран, который меня впечатлил. Ну и неплохие камеры. Да и автономность позволит вам пользоваться этим смартфоном достаточно долго. Спасибо за просмотр. С вас палец вверх и пока.